Вести Карачаева, Черкесия Правительство продлило программу субсидирования найма до конца 2023 года. Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в Центр занятости для подбора специалистов, а затем направить заявление в Фонд. Пенсионного и социального страхования. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Правительство запустило программу стимулирования найма, и она доказала свою эффективность продолжим возмещать компаниям расходы на частичную оплату труда новых работников. В случае, если они возьмут в штат молодых людей до 30 лет, в том числе без опыта и выпускников, либо устроят безработных граждан, потерявших место или находящихся под риском увольнения. На всех таких сотрудников организациям и индивидуальным предпринимателям и дальше будут поэтапно предоставляться субсидии в объеме трех минимальных размеров оплаты труда. Первый платеж поступит через месяц после трудоустройства нового работника, второй через три месяца и третий через полгода. Федеральная поддержка позволит многим людям быстрее найти работу. 14 фапов откроются в Карачаево-Черкесии в этом году. 10 фельдшерских и 4 фельдшерско-акушерских пункта будут построены взамен существующих в Фурзуке, Фроловском, Пригородном, Ильичевском, Пристани, Урупе, Новой Тиберде, Нижней море, Грушке, Тапанте, Садовом, Киво-Жураках, Куджинова и Куджинова-2. На месте обветшалых появятся современные здания, оснащенные всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Величина прожиточного минимума в Карачаево-Черкесии на этот год установлена в размере 13 225 рублей на душу населения, что на 14,8% больше, чем в прошлом году. Прожиточный минимум для трудоспособного населения республики составит 14 415 рублей, пенсионеров 11 374 рубля и для детей 13 637 рублей. С позапрошлого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. В Карачаево-Черкесии успешно продолжается реализация новой программы газификации региона, благодаря которой газовая инфраструктура была доведена до безмалого 3000 домовладений, что составляет 123% от плана реализации на 2021-2022 годы. Информацию комментирует советник исполнительного директора по связям с общественностью и СМИ Акционерного общества «Газпром» газораспределения «Черкеск» Наталья Солянкина. На сегодняшний день можно говорить о том, что на 99% мы завершили те планы, которые были на 2022 год по догазификации домовладений, а в некоторых территориях получается работать с опережением графика, например, в Джигутинском районе, в Хабецком районе уже исполняются заявки 2023 года. В республике будет создан Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. Соответствующий проект постановления поддержали на состоявшемся заседании регионального правительства. Центр будет предоставлять 24 часа в сутки, 7 дней в неделю абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг без неохладимого личного присутствия граждан. Это позволит не только полностью перевести большинство услуг в электронный вид, но и способствовать сокращению срока предоставления услуг как минимум в три раза. До конца 2023 года в Карачаево-Черкесии в электронный вид будут переведены 90 услуг. В этом году власти республиканской столицы разработают проектно-сметную документацию строительства крытого футбольного манежа на территории Черкеска. По предварительным данным, это будет крытый манеж размерами 40 на 20. На прямую линию с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратился руководитель футбольной школы Академия футбола Сергей Мащенко. Он отметил, что из-за отсутствия футбольного манежа дети в возрасте от 3 до 7 лет в зимнее время не могут тренироваться на улице, поскольку высока вероятность заболеть, в связи с чем вынуждены заниматься в школьных залах. Вместе с тем с 2023 года наша команда «Нарт» вернется в профессиональный футбол и будет выступать во второй лиге. Возвращение команды на профессиональный уровень приведет к возрождению детско-юношеских футбольных школ в регионе и их материально-техническому переоснащению. Шесть новых пляжных зон появятся в Карачаево-Черкесии в этом году. Полностью обустроенные пляжи появятся в поселке Нижний Архыс, ауле Нижняя Тиберда, у Софийской поляны и у озера Каракель. Все это благодаря победе нашего региона в грантовом конкурсе правительства Российской Федерации и финансовой поддержке на развитие туристической отрасли, комментирует информацию министр туризма и курортов Расул Тикеев. Это становится актуальным ввиду востребованности данной услуги и сезон, потому что есть востребованность среди жителей и гостей региона. Но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках и даже несмотря на то, что они не были обустроены на сегодняшний день, благодаря этой поддержке пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом, ГОСТ услуги пляжей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совсем скоро новое жилье получат жильцы дома номер 5 по улице Гутякулова Черкеска, сеюсмое усиление которого признано экономически нецелесообразным. С просьбой улучшить жилищные условия обратилась к главе Карачаевой Черкесии жительница Республиканского центра в ходе прямой линии. Комфортные квартиры жильцам этого дома будут предоставлены в северном микрорайоне города. В рамках второго этапа в этом году планируется переселение домов по Октябрьской 3 и Гутякулова 7. Кроме того, многоквартирный дом по улице Гутякулова 9 включен в акт анализа и обследования домов, подлежащих переселению. Весной этого года в Черкесске будет полностью благоустроен парк окологородского дворца культуры. С наступлением тепла планируют сделать территорию действительно зеленой зоной. Комментирует информацию начальник отдела капитального строительства и ремонта мэрии города Черкеска Равиль Тикеев. В рамках благоустройства были установлены дополнительные пешеходные дорожки с плиточным покрытием, возведен общественный туалет, установлено 40 фонарей освещения дополнительных, а также установлены мусорные урны в количестве 15 штук. Весной мы планируем заняться озеленением данной территории, будет завезен чернозем, посажен зеленый газон и планируем посадить около 100 деревьев. В Карачаевске во все идет строительство первого в нашей республике Ледового дворца. Уже в этом году жители республики смогут осваивать на ледовой арене зимние виды спорта. О темпах строительства спортивного объекта расскажет начальник отдела физической культуры и спорта администрации Карачаевского городского округа Альберт Сарыев. На сегодняшний день популяризация именно зимних видов спорта, она будет очень в потребности для жителей, она нужна. Здесь мы можем рассчитывать на такие виды спорта, как хоккей, например, конкобежный спорт. В будущем планируется также привлечь специалистов, которых будут обучать наших детей. С этого года Социальный фонд России начнет предоставлять единое пособие на детей и беременным женщинам. Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Единое пособие объединило ряд действующих сегодня мер социальной поддержки нуждающимся семьям. Выплаты назначаются семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Чтобы выплату получили те, кто в ней нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. В среднем по России выплата на детей составит от 7 до 14 тысяч рублей. Для беременных женщин соответствующая сумма составит от 8 до 15 тысяч рублей в месяц. На портале Госуслуг с прошлого года открыта форма заявлений на единое пособие на детей и беременных женщин. Первые выплаты придут семьям уже в этом месяце. Подать заявление можно не только онлайн, но и очно в отделениях социального фонда или МФЦ. Министерство культуры Карачаева-Черкесия совместно с Союзом московских архитекторов командой проекта «Идентичность в типовом» разработала концепцию модернизации республиканской системы культурно-досуговых учреждений. Комментирует информацию министр культуры региона Зурапа Гербов. Смысл проекта это не только разработать новую архитектуру, новое здание. Смысл проекта в том, чтобы мы вместе со специалистами, которые работают в домах культуры, вместе с нашими посетителями, вместе с экспертами сформулировали, каким должен быть дом культуры. Чтобы быть интересным в наше время, наш зритель отвлекается на социальные сети, на гаджеты. Как нам сделать дом культуры точкой притяжения и в большом городе, и в маленьком селе, чем его наполнить, чтобы сюда ходили люди всех возрастов, и как на всем этом зарабатывать. Потому что здесь огромный потенциал культуры в зарабатывании денег, в развитии креативной экономики. Строить нужно такие здания, которые можно использовать самым разнообразным образом, меняя наполнение и активность внутри каждого из залов. И третий вывод, который мы сделали, дома культуры, они должны быть со своим духом, со своим лицом, со своей культурой, историей. Выражается это все, конечно, через локальную идентику. То есть через детали, которые отражаются и в интерьере, и в оформлении, в дизайне, в архитектуре самого здания, позволяя каждый дом культуры делать уникальным, даже если он идет по типовому проекту. С этого месяца в Республике стартовала программа расширенного неонатального скрининга, которая позволит диагностировать около 40 врожденных наследственных заболеваний. Карачаева Черкесия закреплена за краевой клинической больницей номер один имени профессора Чаповского в Краснодаре. Анализы будут направляться без участия родителей. При этом все положительные результаты будут проходить дополнительное подтверждение в медико-генетическом научном центре в Москве. Такая двуступенчатая система позволит обеспечить достоверность результата скрининга и в случае выявления заболевания вовремя начать лечение. Предприниматели Карачаева Черкесии, занятые в сфере туризма, могут получить премию правительства России. Награда присуждается ежегодно за достижения в области туризма, реализацию наиболее эффективных инновационных проектов по развитию внутреннего и вездного туризма, объектов туристской индустрии, продвижению туристских продуктов, а также привлечению интереса граждан к материальным и духовным ценностям России. Материалы и документы на конкурс принимаются не позднее 1 марта 2023 года. В селе Джагамала Карачаевского района появится новая мечеть, которая возводится на месте старой мечети, здание которой было признано аварийным. В разные годы в этом здании размещались гидроэлектростанции, производственный цех и пост ГАИ. Комментирует информацию заместитель муфтия Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Мухаммад Хаджи Эркенов. Были плиты перекрытия, они прям держались где-то сантиметра на два, стены начали расходиться, поэтому мы пропустили швеллер снизу, чтобы она не раздавила людей. Мы поговорили, обговорили, собрали село, говорим, это аварийное состояние, здесь уже молиться нельзя, опасно. Поэтому мы должны строить новые мечети. До конца 2023 года отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги А-155 Черкесск-Домбай, граница с Республикой Абхазии на маршрутном отрезке от столицы региона до Усть-Джугуты. Об этом сообщила пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. Итогом ремонта по заказу ФКУ «Пордор Кавказ» станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и изношенных покрытий дорожной одежды на популярном туристическом направлении. Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации. Данная технология позволит использовать повторно отфрезерованный материал, что является примером безотходного производства, а также при помощи специальных добавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам. Затем устроят два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колес с дорогой. По такому же принципу отремонтируют примыкания и пересечения. В рамках инженерного обустройства на объекте заменят бортовые камни и нанесут разметку из толковичного термопластика. В Главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесии назвали основные причины пожаров новогодней праздники и сообщили об обстановке с пожарами в эти дни. Комментирует информацию заместитель начальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Гульнара Аджикова. Количество пожаров на новогодних праздниках Карачаево-Черкесской республики увеличилось в два раза. На 11 января 2023 года зарегистрировано 23 пожара, тогда как за аналогичный период прошлого года 11 погибших и травмированных на пожарах не зарегистрировано. В последние дни в Карачаево-Черкесской республике наблюдаются критически низкие температуры и именно в это время зарегистрирован всплеск пожаров в жилье. Так, из 23 пожаров в жилом секторе произошло 17. Рост пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в Карачаевском городском округе, Зеленчукском, Ужжигутинском, Урубском, Малокарачаевском, Адыгихабльском и Ногайском районах. Так, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, по данной причине произошло 10 пожаров, и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По данной причине произошло 3 пожара. Завершилась реализация проекта «Легенда и сказания КЧР», направленного на популяризацию изучения родных языков подрастающим поколениям. Все фильмы будут переданы в школы, республики для использования в качестве дополнительного материала на уроках родного языка. Об этом рассказала автор и главный режиссер проекта Мадина Лайпанова. Данный проект был поддержан фондом президентских грантов, Министерством образования и науки Карачаева-Черкесии, а также Министерством культуры нашей республики. В ходе его реализации было снято 5 короткометражных художественных фильмов на национальных языках Карачаева-Черкесии. Отснятые материалы были продемонстрированы в 13 общеобразовательных учреждениях региона, а также в 11 домах культуры и на различных открытых площадках. Стоит добавить, что все фильмы будут переданы в школы, республики для использования в качестве дополнительного материала на уроках родного языка через Министерство образования и науки Карачаева-Черкесской республики. Хотелось бы отметить, что в нашем регионе родные языки в школах изучают более 50 тысяч человек. Соответственно, мы уверены, что данные фильмы будут хорошим подспорьем и выступят таким интересным дополнительным материалом при изучении родных языков. В картиной галерии Черкеска продолжается выставка «Сокровища земли нартов». Представленные работы демонстрируют эпические образы персонажей, героев нартиады и их быт, созданные на основе одного из мировых памятников устного народного творчества «Нарты». Выставлены работы как известных, так и молодых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Карачаевой Черкесии и Кабардино-Балкарии. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 м в секунду, в северных районах порывы 16,21 м в секунду. Температура воздуха минус 4, плюс 1, в горах местами плюс 1, плюс 6. Утром на дорогах местами гололедится. В горах Карачаевой Черкесии свыше 2,5 тысяч метров, лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков, ветер юго-восточный 6,11 м в секунду, порывы 16,19 м в секунду. А столбик термометра опустится до 3 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.